Рассмотрим применение симметричных составляющих для расчетов тока короткого замыкания. В данном файле мы рассмотрим однофазное замыкание на землю. У нас имеется трехфазная сеть, источник. У нас имеется источник, вот он, у которой фаза А, вот в этой точке, имеет замыкание на землю. Три этих интервала обозначим для напряжения, как напряжение У, У штрих и У два штриха. Токи до точки короткого замыкания будут обозначаться, как токи И0, 1, 2. После короткого замыкания, как токи И0, И1, И2 штриха. Давайте здесь поставим штрихи. Начальные условия. Наша система, вот эта, имеет только прямую последовательность. Вот такую систему векторов. Давайте нарисуем. А, В, С. Симметричность системы векторов. Для такой системы векторов напряжение нулевой последовательности и напряжение обратной последовательности равны нулю, ноль. То есть имеется только вот эта система векторов, и вектор У1 направлен вверх вдоль вектора А. В точке короткого замыкания мы имеем УА штрих, то есть напряжение фазы А равно нулю. Теперь на шинах нашего трёхфазного трансформатора, при этом подходит любой трёхфазный трансформатор, Ну, для простоты мы поставим здесь трансформатор звезда-треугольник. И давайте мы глухоземлённый нейтраль, и здесь тоже глухоземлённый нейтраль. Для таких трансформаторов трёхфазных на шинах имеется короткое замыкание для токов нулевой последовательности. Поэтому напряжение нулевой последовательности в этой точке равно нулю. В то же время токи прямой и обратной последовательности тоже равны нулю, поскольку токи нагрузки мы здесь не учитываем. И нагрузки, ну и давайте нулю приравняем. Вот это у нас начальное условие на источнике, на трансформаторе и в точке короткого замыкания. Вот то же самое, только с помощью другой картинки. Значит, у нас имеется точка короткого замыкания. С этой стороны у нас сопротивления обозначены Z012, справа Z012 со штрихом. И мы уже говорили, что любой трёхфазный трансформатор, давайте скажем, что такое трёхфазный, у которого железный сердечник именно трёхфазный. Давайте нарисуем. Одна обмотка, вторая, третья, типа А, В, С. Замыкает токи нулю и последовательности и У0 на шинах равны нулю. Но при этом надо помнить, что замыкается, давайте мы напишем, ЭДС. Значит, здесь у нас короткое замыкание, но сопротивление трансформатора всё равно остаётся Z трансформатора. На системе слева имеется только прямая последовательность, и эти напряжения равны нулю. И опять-таки, если мы будем рисовать схему замещения, то остаётся сопротивление Z-системы. Допустим, Z нулевой системы. Ну и мы сказали, что токи нагрузки мы не учитываем, и поэтому токи прямой и обратной последовательности, вот здесь вот на шинах трансформатор, равны нулю. Это мы уже повторяем. Мы можем нашу схему нарисовать в виде трёх эквивалентных схем замещения. Для прямой, обратной и нулевой последовательности. Для прямой и обратной давайте рассмотрим прямую последовательность. Имеется у нас на системе ФДС прямой последовательности. Сопротивление прямой последовательности Z1. И напряжение прямой последовательности в точке короткого замыкания. Давайте нарисуем. Обратная последовательность на системе у нас имеется U2 равен нулю. Имеется сопротивление обратной последовательности и напряжение обратной последовательности в точке короткого замыкания. Для нулевой последовательности то же самое. U0 равен нулю на системе. Вот это вот ЭДС в точке короткого замыкания. Мы его обозначим со стрихом. И имеется слева и справа два сопротивления. А вот это у нас точка трансформатора. Где тоже U0 2 штриха равен нулю. И имеется сопротивление слева Z0 и справа Z0 штрих. При этом давайте скажем. Вот положительные направления токов у нас обозначены слева направо. И токи нулевой последовательности стекают к точке короткого замыкания слева I0 справа I0 штрих. И поэтому суммарный ток нулевой последовательности запишется как I0 он положительный минус I0 штрих поскольку он у нас давайте напишем I0 штрих меньше нуля. И поэтому чтобы здесь они сложились вот здесь вот нужно поставить знак минус. Тогда у нас оба тока сложатся и мы получим суммарный ток нулевой последовательности. Если вот эти преобразования сделать мы получим три схемы замещения для прямой обратной и нулевой последовательности. Здесь уже у нас сопротивление суммарной нулевой последовательности. Это параллельное соединение вот этих вот сопротивлений. А здесь у нас ток суммарный. В точке давайте штрихи нарисуем. Здесь их нету. А это у нас ЭДС системы. Для таких схем замещения прямой обратной нулевой последовательности мы можем записать уравнение Киргофа для замкнутого контура. Ток умноженный на сопротивление плюс ЭДС в точке короткого замыкания давайте скажем что это у нас точка короткого замыкания равна напряжению прямой последовательности на системе. Для обратной последовательности напряжение здесь равное нулю на системе давайте напишем У2 равен нулю и У0 равен нулю вот эти вот нули а это у нас давайте со штрихом везде поставим штрихи мы забыли их и здесь тоже это у нас в точке короткого замыкания ЭДС 3 уравнения Киргофа для замкнутого контура кроме того мы можем записать еще 3 уравнения первое из них показывает что в точке короткого замыкания У штриха давайте мы эти тоже поставим вот так вот везде У штриха равен нулю поскольку это фаза А у нас замкнута а ее мы можем записать через прямую последовательность прямую вернее через симметричную составляющую прямую обратную нулю последовательности то есть вот сумма этих трех напряжений равна нулю фаза А замкнута У А штрих равен нулю в точке короткого замыкания теперь мы напишем токи фаз В и С давайте мы вернемся к схеме и посмотрим на них вот наша схема здесь течет ток фазный И В но поскольку это один и тот же провод этот же ток И В здесь он обозначен как И ноль штрих и поэтому можем записать И В равен И ноль штрих то же самое можем сказать про фазный ток И С здесь он обозначен как точно такой же И ноль штрих и поэтому можем записать И С равен И ноль штрих и далее распишем ток В фазный и ток С фазный через симметричные составляющие Вот это запись У нас имеется здесь ток прямой последовательности слева ток обратной последовательности и ток нулевой последовательности И имеются операторы поворота на 240 градусов и на 120 градусов И то же самое для тока фазы С А справа мы написали равно и ноль штрих Значит вот у нас имеется 6 уравнений и 6 неизвестных Решая эти 6 уравнений мы можем найти все 6 неизвестных Теперь проделаем с этими уравнениями некоторые алгебраические действия сложим вот это почленно и это уравнение вернее вычтем сначала здесь будет ноль вот если и ноль штрих вычесть и ноль штрих будет ноль записали теперь А квадрат минус А давайте напишем А квадрат минус А обозначим буквкой В тут будет В и 1 минус и 1 а квадрат вычесть вот из этого это будет В и 1 теперь А и 2 вычесть из этого это будет минус В В то есть знак В и 2 и 0 вычесть и 0 будет 0 и мы получили что В какое-то и 1 минус и 2 равно 0 или мы получили что и 1 равен и 2 интересный оператор А квадрат минус А давайте посмотрим умножим это на единичный вектор какой-то и он зарисуется повернется сначала на 240 градусов вот он потом он повернется на 120 градусов вот так вот вот он вот так идет и потом учтем знак минус он повернется сюда если сложить два эти вектора мы получим корень из трех и угол будет вектора направлен вправо вот это и есть вектор B но нам он не обязательен мы просто его вынесли за скобки давайте более подробно распишем значит сначала вот эту пару это будет и а и один скобочках а квадрат минус а это мы обозначили за B здесь будет наоборот плюс и 2 а минус а квадрат это у нас будет минус B здесь у нас будет 0 и справа тоже 0 и тогда мы получим то что мы написали B и 1 минус учтем минус B и 2 равен 0 если B вынесем до скобки давайте вот так напишем а тут его уберем то получим что и 1 равен и 2 вот мы определили первую часть и теперь сложим этих два уравнения опять-таки здесь мы получим и 1 и вынесем до скобки а квадрат плюс а здесь мы получим и 2 и вынесем за скобки а квадрат плюс а а здесь мы получим 2 и 0 вот мы записали теперь мы рассмотрим чему равно а квадрат плюс а опять-таки возьмем единичный вектор вот такой вот умножим на а квадрат плюс а если повернуть на а квадрат то вот эта часть будет повернется на 240 градусов будет такой эта часть повернется на 120 градусов будет такой сумм здесь будет у нас 120 градусов и в сумме это даст ровно ровно обратный вектор единичный значит минус 1 то есть давайте еще раз повторю оператор а квадрат плюс а равнозначен умножению на минус 1 нашего вектора это тождественно и тогда вот это равенство мы еще раз преобразуем учтем что и 0 суммарная равен и 0 минус и 0 штрих если мы с минусом перенесем вправо этот с минусом перенесем влево мы получим и 1 равен и 0 суммарная подставим это равенство вот сюда и мы получим наш результат что 3 тока слева от точки короткого замыкания равны то есть вот здесь и 1 и 2 и 0 суммарная вот мы получили из этих двух уравнений вот такие равенства далее вернемся к нашим контурным уравнением вот они у нас здесь уже штрихи я проставил их сложим все три уравнения значит здесь у нас мы уже учтем что и 1 и 2 и 0 суммарные они равны и поэтому вот эти три тока мы можем просто обозначить как и 1 и в скобочках останется z1 z2 z0 суммарная вот они здесь у нас будет уа у1 вернее у2 и у0 вот они если мы помним это ровно фаза а в точке короткого замыкания и уа штрих равен нулю и поэтому вот эти три слагаемых мы можем смело заменить нулем а слева останется ЭДС системы которая равна вектору а вот мы получили вот такое соотношение замечательное в котором мы учли этот результат мы учли и этот результат и отсюда мы можем получить чему равна и 1 вот он и соответственно вспомним что они у нас равны значит это выражение верно и для токов прямой обратной и нулевой последствий зная эти три тока мы можем сразу найти фазные токи слева от точки короткого замыкания и а и б и ц ну допустим ток фазы а совсем легко находится это и 0 плюс и 1 плюс и 2 то есть сосчитать вот это вот численно и сложить и получить фазу а рассмотрим модель в программе electronic workbench в которой мы имеем трехфазный генератор вот он с напряжением 100 вольт амперметры z-линии причем в нашей модели простой все z1 равен z2 равен z0 поскольку взаимодействие между фазами здесь отсутствует у нас имеется измеритель тока нулевой последовательности здесь и здесь здесь у нас и 0 здесь и нас и 0 штрих вот они это 3 и 0 это у нас 3 и штрих 0 здесь вольты поскольку здесь у нас трансформатор тока в напряжении 1 ампер 1 вольт поэтому можем смело здесь поставить амперы а здесь у нас измеритель 3 у 0 здесь уже как раз вольты 3 у 0 вот наши исходные данные и мы если посчитаем и 1 давайте посмотрим вот он вот наша формула здесь у нас 100 вольт z1 у нас вот он 5 z2 тоже 5 z0 суммарное это параллельное соединение двух сопротивлений 5 и 10 ом суммарное сопротивление параллельное это будет 333 и мы получим как раз и 1 равны 7 и 5 ампер который равен и 2 и если мы этот же ток равен и 0 суммарное вот этому току и тогда мы можем найти допустим у 0 штрих который мы вот здесь измерили в точке короткого замыкания это ток и 0 суммарное 7 и 5 ампер умноженное на z0 суммарное 7 и 5 на z0 это будет 25 вольт 25 давайте я напишу 25 умножить на 3 поскольку здесь 3 у 0 штрих как раз равно 75 вольт то есть наша формула хорошо описывает нашу модель на этом наша презентация окончена давайте мы в самое начало вернемся и скажем что мы мне делали у нас имеется трехфазная сеть трехфазный источник вот он начальные условия на шинах нашего источника у нас имеется короткое замыкание на землю фазы а в этой точке фаза а равна нулю у нас имеется трехфазный трансформатор на шинах которого вот такие начальные условия у 0 давайте напишем два штриха все таки раз мы здесь два штриха поставили равен нулю и и 1 штриха и 2 штриха равны нулю поскольку мы ток нагрузки не учитываем и нагрузки равен 0 и вот для этой модели с учетом симметричных составляющих это у 0 штрих у 1 штрих и у 2 штрих мы нашли токи и 0 суммарные и 1 и 2 и от них мы можем найти все остальные токи вот по этой формуле мы нашли и 1 и 2 и 0 суммарные если этот ток умножим на z суммарные мы получим у 0 штрих напряжение нулю последствий в точке короткого замыкания ну и можем найти все остальные фазные токи и а и b и c на этом закончим наше видео